друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают самое прямое влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал markets оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал markets где на ежедневной основе мы публикуем большое количество аналитического контента вам друзья в помощь ну что ж мы продолжаем следить за американским долларом за золотом и соответственно за нефтью которые обновляют локальные максимумы соответствии с нашими ожиданиями на рынке преобладает нежелание трейдеров рисковать и повышенный спрос на защиту поэтому по индексу доллара сегодня у нас есть возможность констатировать уже уровне 99 19 я признаться совершенно не ожидал что мы так быстро сможем добраться до психологического уровня для этого инструмента в районе 100 пунктов ровно но есть то что есть и это хорошо что динамика развивается таким образом рынки волатильные тем кто охотится за этой волатильностью трейдеры инвесторы спекулянты конечно же скучать не приходится по поводу индекса американского доллара напоминаю друзья то что у нас с прошлой недели тянется очень хороший бэкграунд в виде сильных макроэкономических данных отчета и дипи и нон фарм пэрл с активности производственного сектора и сферы услуг во всех случаях мы увидели значение гораздо лучше ожидания если анализировать производственный сектор сферы услуг там тенденция восстановления остается довольно таки крутой и поэтому нет вопросов в принципе потому что так динамично создаются новые рабочие места 678 тысяч в позапрошлом месяце это классный показатель точнее в прошлом месяце если сопоставлять его сам прогнозными ожиданиями которые были в районе 400 до 1000 еще более важный релиз будет опубликован на этой неделе уже в четверг когда будут данные по инфляции в штатах вот как раз рост инфляции это сейчас главный риск для всей мировой экономики потому что он является следствием высоких цен на энергоносители повышение инфляции я вчера проводил небольшой хим ликбе скажем так по экономической теории на вебинаре для тех из вас кто не смог присутствовать напомню повторю и скажу что при росте инфляции очень сильно проседает потребительская активность которая тянет за собой же экономический рост вниз тянет безусловно поэтому сейчас если оценивать глобальные риски то высокие цены на энергоносители провоцируют мировую инфляцию а впоследствии приведут к разрушению мировой структуры экспорта основных товаров это через какое-то время еще больше разгонит инфляцию в конце концов у нас как инвесторов трейдеров и спекулянтов ждет мировая рецессия отсюда и такой ажиотажный спрос на золото потому что не могут хеджеры найти более интересного более достойного проверенного уже годами веками наверное инструмента который в условиях таких вот экономических потрясений может по крайней мере дать хоть какую-то гарантию того что средства будут сохранены потому что по ряду активов рынка форекс мы видим то что фиатные деньги обесцениваются буквально смысле на глазах по поводу доллара инфляция которая ожидается в этот четверг с большой долей вероятности мы увидим значения которые будут соответствовать новым многолетним максимумом эксперты как бы медианная оценка прогнозирует что мы будем свидетелями показателя всеми девять процента но мое субъективное мнение то что мы увидим значение инфляции выше восьми процентов ну в любом случае если показатель будет выше восьми процентов либо если будут правы те кто прогнозировал рост инфляции до семи девяти процента это конечно же будет базой для того чтобы американский регулятор ужесточал монетарную политику тем более друзья через неделю 15-16 марта мы с вами ждем как раз заседание фрс по итогам которого ставка будет там повышена на 25 базисных понтов и это решение также является золотой середины потому что ранее допускали возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов но сейчас из-за глобальных рисков которые сейчас были обозначены названный мной фрс решил не торопиться с более высокими темпами быстрыми темпами ужесточения монетарной политики повышения ставок потому что боятся наломать дров а если решение будет неоправданно если сейчас поторопиться с а вот этим шагом роста процентных ставок то это может иметь совершенно обратный эффект для экономики спровоцировать еще больше экономическое потрясение в сухом остатке по доллару хорошая статистика статистический бэкграунд ожидание роста процентной ставки статус доллара как защитного актива все это открывает дорогу для роста выше 100 пунктов золото 1990 золото конечно же очень волатильна но в то же время дни закрываются на многомесячных максимумах после локального снижения покупатели находят достаточно оснований для того чтобы снова залезть в длинные позиции и ждать уже новых максимумов я сегодня касательно перспектив золота хочу ограничить ограничиться только комментарием прогнозом от гулман сакс которые друзья перспективе трех месяцев ожидают золота на отметке 2300 долларов за тройскую унцию на шесть месяцев их прогноз 2500 это как раз для тех кто не привык упускать возможности поверьте через какое-то время когда мы будем говорить о золоте при таких ценах если вы ничего не сделаете сейчас будете кусать локти потому что это предсказуемый трейд это очень хорошая сделка которая может принести хорошие результаты рынок нефти 125 93 мы снова растем ранее накануне протестировали 130 долларов за баррель максимум с 2008 года и такое мощное ралли стало следствием заявлений сша и ряда европейских стран о возможном запрете на импорт российской нефти причем согласно комментариям госсекретаря сша данная мера обсуждается прямо сейчас и речь может пойти о полноценном полномасштабном эмбарго касающимся энергетического сектора россии причем страны которые лоббируют эту идею готовы поступиться даже тем что такие меры спровоцируют замедление их экономического роста если говорить про страны с которые очень зависит от поставок голубого топлива из россии там вообще может случиться и наступить рецессия уже месяца через полтора по поводу переговоров между вашингтоном и ираном пока что снова есть и трудности переговоры зашли в тупик это официальная информация собственно поэтому мы видим продолжение роста цен на них если бы страны которые участвуют в обсуждении возобновлении верной сделки были бы близки компромиссу то наверное бы хватило сил продавцам чтобы на какое-то время перехватить инициативу покупателей но рынок нефти растет друзья растет он потому что в случае запрета поставок нефти из россии мировая экономика в моменте лишиться повторяю не менее 5 миллионов баррелей нефти в сутки это касательно сырой нефти и примерно два с половиной миллиона баррелей нефтепродуктов это не просто шок предложения это самый настоящий кризис вселенских масштабов для рынка углеводородов поэтому самые амбициозные цели уже по версии многих аналитиков многих инвестбанков это рост бренда в район 200 долларов за баррель и вкратце по остальным финансовым активам доллар канадец рекомендует шаркет как и ранее потому что очень хороший хиафон связанные с ожиданиями повышения процентной ставки и как я только что отметил бычь тренд по рынку нефти который позитивен для канадского доллара как для экспортно для валюты экспортно ориентированной страны и smp как и прогнозировалось снижается уже 4185 пунктов ждем 4000 пунктов и bitcoin в целом идет следом нисходящая динамика такая же и для рынка криптовалюта 38300 я допускаю что вот в какой-то день в ближайшей торговой сессии может последовать резкий обвал процентов на 20 мы быстро увидим 30000 по биткоин то есть а на этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей вам торговой сессии и всем пока